Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. На год раньше срока. В столице региона на пересечении Советской армии и Новосадовой открыли новую транспортную развязку. Долгие годы ждали ремонта. В областной столице открыли здание детского театра танца «Самарка». Серьезная работа по защите прав и интересов граждан. В Самаре отметили 35-летие городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Лето без границ. В Волжском Артеке подвели итоги юбилейной 20-й инклюзивной смены. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание областной призывной комиссии по мобилизации. Глава региона дал указание муниципальным призывным комиссиям рассмотреть вопрос об отмене ряда решений по призыву в связи с новыми указаниями Министерства обороны о порядке предоставления отсрочки. Они касаются граждан, воспитывающих троих и более детей до 16 лет, а также имеющих детей с палеотивным статусом или троих детей, один из которых является инвалидом. По данным областного военного комиссариата, под эти категории попадают 70 мобилизованных. Соответствующее решение региональная комиссия утвердила. Теперь муниципальным призывным комиссиям после рассмотрения этого вопроса предстоит обеспечить возврат таких граждан из частей. На год раньше срока в Самаре открыли участок автомобильной дороги на пересечении Новосадовой и Советской армии. Церемония запуска движения прошла в формате телемоста с Казанью, где в этот день также открыли две дороги. Разрешение единовременно начать движение дал Марат Хуснулин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Как оценили самарские водители, новую развязку узнала Виктория Шарая. На год раньше срока в Самаре открыли участок автомобильной дороги на пересечении Новосадовой и Советской армии. По словам губернатора, открывать важные объекты раньше срока для региона стало доброй традицией. Раньше запланированного времени начали движение через реку Самара, на год раньше построили мост через реку Сок. Раньше срока открыли дворец спорта, а теперь запустили движение по развязке на Новосадовой, открытие которой было запланировано на декабрь 2023 года. Мы мобилизуемся по важнейшим направлениям, мы добиваемся поддержки на федеральном уровне, как произошло и по этой важнейшей развязке не только для Самары, но и для всей области. И концентрируем свои усилия. Есть четкий план организации работ, мы всегда понимаем, где можем сэкономить дополнительное время для того, чтобы запараллелить процессы, для того, чтобы приблизить этот день открытия развязки. Больше чем на год мы сэкономили время, а что это? Это удобство и комфорт, это меньше выхлопных газов, это сэкономленное время в пробках, которые можно провести своими родными и близкими людьми. А можно, конечно же, потратить с удовольствием, я надеюсь, на важные для нашей страны и добрые дела. Церемония открытия прошла в формате телемоста с площадкой «Казань-экспо». В Татарстане также в этот день открыли две дороги – подъезд к аэропорту Казань и участок автомобильной дороги Р-239, Казань, Оренбург, Акбулак и граница с Республикой Казахстан. Разрешение единовременно открыть движение по всем участкам автомобильных дорог в Казани и в Самаре дал Марат Хуснулин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. «Уважаемый Марат Шакерзянович, уважаемые гости, приглашаем вас дать старт движению по участкам автомобильных дорог, нажав на интерактивную кнопку». Одновременно с нажатием кнопки на всех объектах начали движение грузовые автомобили, украшенные российскими флагами. После чего транспортную развязку открыли для всех автомобилистов. Для многих из них такой поворот событий оказался приятной неожиданностью. «Неожиданно, очень хорошо. Да, я здесь живу недалеко, часто пользуюсь. Неудобства были, но терпеть это время надо было потерпеть, но сейчас, я думаю, вообще будет шикарно». «Скоро, отлично, молодцы». «Краса, во-первых. Во-вторых, настолько привыкли к объездной, что было удивительно, что едешь по большой, широкой европейской трассе. Очень приятно». «Такая гордость за нашу страну, за такие короткие строки, настолько хорошо все сделали». На церемонии открытия присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, руководители и сотрудники строительной фирмы, которая проводила работы. Шестерых отличившихся наградил губернатор Дмитрий Азаров. Одному из них он присвоил почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области». Остальным вручил почетные грамоты и благодарности. В этом году в общей сложности в Самарской области отремонтируют 600 километров муниципальных и региональных дорог. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События. Долгие годы ждали ремонта. В областной столице восстановили здание детского театра танца «Самарка». В торжественной церемонии открытия принял участие председатель городской думы Алексей Дегтев. В каких условиях теперь будут заниматься дети, увидела наша съемочная группа. В областной столице на улице Первомайской открыли помещение детского театра танца «Самарка». Долгие годы здание нуждалось в ремонте. Родителям приходилось арендовать другие площадки для занятий. Средства на восстановление танцевального помещения нашли после того, как родители и преподаватели пришли на прием к председателю думы Самары Алексею Дегтеву. Наказ такой от избирателей нерядовой и дорогостоящий, затратный. Но важность вопроса настолько высока, что я не знал, как мы еще это сделаем, но дал слово. Конечно, самостоятельно решить этот вопрос невозможно. И я еще раз благодарен главе города Владимира Лапушкина. В году, когда утверждены уже все лимиты программы, очень трудно найти большую сумму средств на вот такие виды работы. Она была найдена. «Сейчас светло, тепло, сухо, комфортные полы, комфортные раздевалки, комфортные костюмерные. Ну, хочется жить и работать дальше, творить». В декабре коллектив отметит 85 лет за дня основания. Сегодня в Театре танца около сотни детей, которые продолжают чтить и прославлять народную культуру. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. В Волжском Артеке подвели итоги юбилейной 20-й инклюзивной смены «Лето без границ». За одним столом собрались вожатые, представители общественных организаций, занимающихся патронажем детей-инвалидов, а также сотрудники профильных департамента и министерства. Подробности у Светланы Тимофеевой. 12-летняя Алиса Тарасова приезжает в инклюзивную смену в детский лагерь «Волжский Артек» уже пятый год подряд. И каждый раз с нетерпением ждет встречи с друзьями по прежним сменам. Первое, что мне понравилось, это, конечно же, теплая и дружественная атмосфера. Когда мы играли в игру, то нам все время говорили, даже если вы ответите неправильно, не расстраивайтесь, все равно вы играете, получаете удовольствие. За два дня инклюзивной смены дети успевают поучаствовать в спортивных, интеллектуальных играх, спектаклях и погулять на свежем воздухе. Все это дает взглянуть другими глазами не только на самих себя. Про своих детей новые узнают и их близкие. Оказывается, чей-то там стеснительный малыш, который не умеет говорить или плохо владеет речью, на сцене показывает себя как настоящий герой, как настоящий король, если у нас спектакль на какую-то тему. Ему, может быть, не надо говорить пароли, а главное показать себя. И у него это отлично получается. И родители смотрят из зала и понимают, что как, оказывается, можно многое сделать, если создать условия. В одном отряде за смену живут 10 детей. Каждого из них сопровождает родственник. Такое идет общение великолепное. Отряды прибегают к нам, общаются с детьми. Они просто забывают о своих болячках, о своих болезнях и думают, что они такие же, как ребятишки. Они с ними играют. Вы знаете, здорово, правда. Эта инклюзивная смена стала юбилейной. Первый заезд в Волжский Артек детей-инвалидов состоялся в 2002 году. С тех пор лагерь изменился до неузнаваемости. При помощи администрации Самара и общественных организаций в детском лагере создали условия для пребывания детей с особенностями развития. Здесь созданы комфортные и уютные жилые корпуса, которые приспособлены специально к особенностям развития таких детей. Оборудованы спортивные площадки. Мы создали новую, яркую, интерактивную площадку для интеллектуальных игр. Установили качели-балансиры. Бассейн оборудован специальным подъемником для перемещения таких детей в воду. Сегодня в Волжском Артеке педагоги, вожатые, представители общественных организаций и профильных департаментов и министерств не только подводили итоги юбилейной инклюзивной смены. На круглом столе обсуждался вопрос, что перенимать опыт Волжского Артека стоит и другим детским лагерям. Ведь желающих попасть в такую атмосферу очень много. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах этого дня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно. Французская компания «Данон», которая производит молочные продукты, объявила, что намерена передать контроль над бизнесом в России. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте производителя. Руководители «Данон» пришли к выводу, что это оптимальное решение, которое будет гарантировать долгосрочные и непрерывные бизнес-процессы на местном уровне. В компании также подчеркнули, что это лучший расклад для сотрудников, потребителей и партнеров. «Данон» входит в стройку крупнейших производителей молочных продуктов в России. Портфель бренда включает «Активия», «Простоквашина», «Детское питание», «Тема» и «Растишка». С 14 по 16 октября в Самарской области пройдут масштабные рейды ГИБДД. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. Целью проверок станет предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Вовсе на России по Самарской области планируют увеличить число мест в исправительных центрах. К примеру, исправительный центр номер 1 намечено расширить на 27 мест. Уже завершены ремонтные работы, ведется закупка мебели. На участке, который функционирует в режиме исправительного центра номер 3, лимит планируют увеличить на 73 места. А на участке номер 2, созданном на базе Самарского завода полимерных изделий, лимит осужденных увеличит с 50 до 62 мест. В Самаре женщину осудили за убийство трехлетней дочери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, 8 июня 2021 года 25-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире, расположенной в одном из жилых домов Октябрьского района Самары, со своей дочерью 2018 года рождения. Из-за капризов, связанных с нежеланием просыпаться, мать в целях воспитания перекинула свою дочку через балконную раму, держа ее за майку. Майка порвалась, и ребенок упал, получив травмы, несовместимые с жизнью. Суд назначил женщине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Самарская детская музыкальная школа номер 19 теперь зазвучит по-новому. Образовательное учреждение получило музыкальное оборудование и учебную литературу. Долгожданные новинки приобрели на средства национального проекта «Культура». Послушать звуки музыки приехала и наша съемочная группа. То, что звук влияет на слух, известно каждому музыканту. Чем чище звучит инструмент, тем красивее мелодия. Да и играть намного проще. Полина Матяскина со второго класса осваивает фортепиано. Говорит, музыка ее призвание. Когда села за новый инструмент, разницу почувствовала сразу. Раньше не было такого чистого и объемного звука. Мне очень нравится новый инструмент. Очень хороший звук. И, в принципе, очень удобно и классно играть. Новинку оценила и ее подруга Дарья Небабина. Девочка признается, иногда музыка дается нелегко, однако это ее не останавливает. Она всегда мечтала научиться играть, как настоящий профессионал. Поэтому медленно, но верно идет к своей цели. Лучше, чем на старт пианино играется. Клавиши легче называются. Педали хорошо работают. Звук не такой глухой. Мне нравится играть. Гитарист всегда душа компании. В этом уверен выпускник музыкальной школы Данила Зеляев. В столь юном возрасте мальчик уже принимает участие в различных конкурсах и часто занимает призовые места. Говорит, играть теперь стало намного приятнее и легче. Гитара мне на самом деле очень понравилась. Это испанские гитары. У них вполне себе красивый звук. На них очень удобно играть. И все равно все хорошо. Свяжу свою жизнь с музыкой, с гитарой. И буду дальше заниматься. Новые инструменты поступили в школу благодаря реализации национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Музыкальную коллекцию школы пополнили пять гитар, два баяна, два аккордеона, гусли, садко, одна балалайка, бас. Чистейшие тона дают два новых фортепиано российской фабрики «Михаил Глинка». Всего на 10 школ искусства, это рекордное количество от города участников нацпроекта «Культура», выделено больше 57 миллионов рублей. Это значимая сумма. Музыка – это красота, а новые инструменты, они как раз позволяют создавать эту красоту. Концертный зал школы также стал выглядеть более представительно. Его украсили мягкие кресла отечественного производства. Также пополнился всеми необходимыми пособиями по сольфеджио и музыкальной литературе учебно-методический фонд. Приобретение новых инструментов – это, во-первых, качество исполнения. То есть детки видят, на чем они играют, ощущают прикосновение вот этих новых инструментов, звуковую палитру этих инструментов. И, естественно, родители тоже видят, что государство заботится о музыкальных школах, о своих детях. А это немаловажно. Новые инструменты и книги станут отличной базой для обучения юных музыкантов, ведь теперь у них появится возможность максимально проявить свои способности на концертных и конкурсных площадках региона и города. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Они ведут серьезную общественную работу по защите прав и интересов пенсионеров. Во Дворце ветеранов отметили 35-летие Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Александра Гусева продолжит. Воспитание молодого поколения и помощь пожилым людям – два основных направления в работе Самарской городской организации ветеранов. Вот уже 35 лет они продолжают активно участвовать в различных проектах и мероприятиях. Очень много времени прошло, очень много ветеранов ушло уже. Но вот эта организация, она как жила и так будет жить и продать работать. Потому что действительно ту работу, которую проводят ветераны, и проводили, и сейчас в настоящий период времени проводят, это самая основная задача их по воспитанию молодого поколения. Ветераны – это, как говорится, история. В стенах Самарского дворца ветеранов собрались председатели и актив районных советов ветеранов – представители ветеранской организации. В праздничной программе уделили особое внимание истории организации. Вспомнили и людей, которые стояли во главе, и ключевые события. Много событий связано с этой организацией. Много очень хороших дел, которые сделали ветераны, на благо, прежде всего, пожилых жителей нашего города. И сегодня в нашем зале собрались активисты Самарской городской организации ветеранов, где люди, которые сегодня, несмотря на возраст, несмотря на ограничения здоровья, ведут очень серьезную общественную работу. В зале прозвучало много теплых пожеланий. Были вручены подарки, в том числе и музыкальные. Это организация, которая объединяет лучших из лучших в своем составе. И сегодня их опыт, вот как никогда нам необходим, и ту работу, которую они ведут, и щедро делиться своим опытом с молодежью в городе, это неоценимо. Это действительно большой вклад. На сегодняшний день Самарская городская организация ветеранов принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших военных. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Как не навредить себе в сезон тихой охоты? В Самарской области начался грибной сезон. За счет обильных дождей и теплой погоды в лесах региона большой урожай. И появилось множество желающих его собрать. Как отличить съедобный гриб от ядовитого и что делать при отравлении? В нашем сюжете. Подосиновики, маслята, опята, говорушки. В этом году в лесах нашего региона можно найти множество съедобных грибов. Частые осенние дожди, на редкость теплая для октября погода и повышенная влажность. Это все способствовало появлению самых разных видов грибов. Житель Самары Андрей Курочкин на грибную охоту в лес выбирается регулярно. Я просто поражаю, сколько сейчас грибов, причем разносортится жутко. То есть растет все, и летние грибы, и осенние, и уже поздне-зимние опята я нашел. В общем, какое-то столпотворение грибное, я бы так назвал его. Некоторые виды грибов можно найти там, где до этого они никогда не появлялись, говорит Андрей. Это подосиновички. Подосиновички. Вообще у них шляпка чаще всего более такого оранжево-красного цвета. Эти подосиновички немножко выгорели. Старые друзья всех грибников, опытных и неопытных, и всех подряд маслята. Вот в лесу я нашел тоже очень хороший гриб, осенний опенок. При таком разнообразии, несмотря на большое количество съедобных грибов, велик шанс, что в корзинке окажется несъедобный представитель вида. Поэтому, выбираясь на грибную охоту, лучше остановиться на одном-двух видах и собирать только их, считает бывалый грибник. Если сомневаешься хоть чуть-чуть, хоть на сотую долю процента в том, что гриб знаком, в том, что гриб съедобный, ни в коем случае его не брать и считать его, ну, условно, поганкой. Начинающим грибникам будет сложно на первых порах отличить, пригоден ли гриб в пищу или нет. Но есть несколько основных признаков ядовитых грибов. Так, например, грибы с пластинчатой шляпкой чаще являются несъедобными. Если на ножке, ближе к шляпке, есть юбочка, то этот гриб тоже нельзя употреблять в пищу. А также у поганок всех видов в нижней части ножки есть небольшое уплотнение, рассказывает Андрей. Это чистые воды мухомора. Вот они тоже бывают такими. Не всегда они красные, с белыми точками, как в мультфильмах, да. А вот очень часто они вот такие. А сверху, если вот на них посмотреть, прям грибы, которые вот просятся в корзину, на самом деле это мухомор. В связи с тем, что сезон выдался по-настоящему грибным, процент отравлений значительно вырос, утверждают медики. Самое распространенное – ботулизм. Когда грибы при приготовлении и консервации недостаточно хорошо промываются. Плюс ко всему, некоторые жители нашего региона предпочитают собирать урожай вблизи проезжей части. Такие грибы, даже будучи первоначально съедобными, успели впитать в себя токсины и стали ядовитыми. При первых признаках появления отравлений, как-то боли в животе, рвота, тошнота, если такая симптоматика появилась, необходимо сразу промыть желудок. Это делается очень просто. Человеку больному надо дать обычной воды, там комнатной или теплой температуры, обычной воды, как можно больше, сколько он сможет выпить. И вызвать искусственную рвоту. И сразу же дать какой-то сорбент внутрь. Грибы, по утверждению медиков, пища тяжелая. Поэтому употреблять их в пищу в большом количестве не рекомендуется, особенно детям и пожилым людям. Разнообразить грибное меню можно по-разному, считают повара. Чтобы избежать сложностей с консервацией, грибы можно пожарить или приготовить из них суп. Михаил Ермоленко, Евгений Усова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Сегодня православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Он уходит своими корнями в начало X века, когда по преданию случилось чудесное явление Богородицы и спасение Константинополя от захватчиков. По легенде, жители города, оставшиеся без защиты, молились в храме, окруженном сарацинами. Один из молящихся, святой Андрей Юродивый, увидел озаренную небесным светом Богородицу, окруженную ангелами, а вместе с ними – святого Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Пресвятая Дева стала молиться вместе со всеми, а затем сняла со своей головы покрывало, которое по преданию светилось молниями, и распростерла его над прихожанами. В русской православной церкви этот праздник появился благодаря великому князю Андрею Боголюбскому, который особо почитал Пресвятую Богородицу. В русской культуре есть несколько традиций, связанных с праздником покрова. На Руси с этого дня начинались свадьбы. Девушки шли в храм и ставили свечу. Считалось, что сделавшая это первой выйдет замуж. Есть народная примета – чем больше снега на покрова, тем больше свадеб будет в этом году. Также наши предки верили, если до праздника на деревьях не осталось листьев, то зима будет снежной и теплой. Если листва не опала, то придут сильные морозы. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 14 октября, на своих информационных площадках. Срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений истекает 1 декабря 2022 года, напоминает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Оплатить налоги можно при помощи сервиса «Заплати налоги» или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Если налогоплательщик не заплатил указанные его уведомления и налоги вовремя, то уже со 2 декабря начнет расти задолженность за счет начисления пени. В этом случае налоговый орган направит требования об оплате просроченного налога. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. С этого года стало возможным законно выращивать сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых и огородных участках для собственных нужд при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных, гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, сообщает телеграм-канал Ленинского района. Закон, которым разрешается садоводам разводить сельскохозяйственных птиц и кроликов, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 14 июля 2022 года на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в закон о садоводстве и огородничестве. Телеграм-канале Кировского района рассказывает о серой зарплате, последствиях и особенностях ее получения. И напоминают, выплаты серой заработной платы производятся исключительно по воле работодателя, на страх и риск работника. Размер, порядок и сроки выплат не закреплены никакими документами, поэтому такие выплаты могут прекратиться в любой момент. При серых схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются вовсе. В этом случае средства на пополнение вашего лицевого счета в Пенсионном фонде России не поступают, и ваша будущая пенсия формируется в минимальном размере. С 17 по 22 октября пройдет Всероссийская профориентационная неделя «Найди свое призвание» для школьников 8-11 классов и студентов колледжей. Информируют телеграм-канали Советского района. Неделя пройдет в формате онлайн-марафона. Участники получат рекомендации по выбору будущей профессии по итогам выполнения интерактивных заданий и изучения тематических материалов. Завершится профориентационная неделя онлайн-мероприятием «Выбери карьеру мечты». Его проведет Университет Синергии при поддержке Комитета Государственной Думы по молодежной политике, а также Международной гимназии инновационного центра «Сколково». На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok